В Беларуси намолочено почти 500 тысяч тонн озимого ячменя. В прошлом году показатель на начало июля был гораздо меньше, не достигал и 5% от плана. В лидерах – Брестская область, там убрано более 90% культуры. В Могилевской – треть. Травы первого укоса по стране скошены практически на все 100. В Беларуси появится дополнительная вакцинация от Коклюша. Дополнительные меры приняли в связи с регистрацией в стране 1700 случаев заболевания за последние пять месяцев. Вакцинировать начнут детей в шестилетнем возрасте. Сейчас, согласно национальному календарю прививок, укол здоровья делается в 2, 3 и 4 месяца с последующей ревакцинацией в полтора года. Супруги предпринимателей из Бобруйска недоплатили более 240 тысяч рублей налогов. На протяжении трех лет пара, будучи владельцами нескольких объектов розничной торговли, частично производила расчет через неучтенное оборудование. С января 2021 по мая этого года фигуранты скрыли доходы в размере около полутора миллиона. Следователями возбуждено уголовное дело. В Бобруйских электросетях рассказали о последствиях непогоды. В начале июля на территории города и района пришли прохлады, грозы, сильный ветер и дожди. Основные причины – отключение и падение веток деревьев на линии электропередач и обрыв проводов. Энергетики продолжают контролировать ситуацию. Оперативно-выездные бригады дежурят круглосуточно. С начала года на портале Е-Послуга появилось более 50 новых электронных услуг в социальной сфере, в области таможенного дела, санитарного контроля, экологии, охраны природы, транспорта. Например, с апреля доступна опция по получению электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств.